Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это касается посещения учреждений культуры и спорта, кинотеатров, ресторанов, фудкортов, торговых центров, а также организации сферы услуг. Соответствующее решение приняли члены городского оперштаба по противодействию COVID-19 по результатам анализа эпидобстановки. Также, по сообщению главы города Елены Лапушкиной, 99% социальных карт для проезда в льготном общественном транспорте разблокированы. Однако, в городе сохраняется необходимость соблюдения масочного режима и санитарно-эпидемиологических мер как в общественных местах, так и в городском транспорте. В Самаре начали подготовку к ремонту эскалаторов в метрополитене. В связи с этим вход на станцию Гагаринская изменит. Для пассажиров откроют вестибюль номер 2, который закрыли более 15 лет назад. Перед открытием там сделали ремонт. Первыми в обновленную самарскую подземку спустились наши корреспонденты. Станция метро Гагаринская на четвертом месте по популярности среди пассажиров. Ее открыли в 93-м году. Тогда, рассказывает начальник станции Татьяна Барышникова, работали два входных вестибюля. Со стороны Авроры и тот, что ближе к остановке общественного транспорта недалеко от перекрестка с улицы Метерева. Но в 2004 году из-за небольшого пассажиропотока решено было оставить только один. Сейчас здесь готовятся к обследованию и плановому капитальному ремонту комплекса эскалаторов. Поэтому для пассажиров открыли вестибюль номер 2 со стороны Метерева, который был закрыт больше 15 лет. Отличается только дизайном. Цветом рамора так, а по пропускной способности по оборудованию все то же самое. Поставлены дополнительные камеры видеонаблюдения. Поставлено оборудование в кассе. Будем надеяться, что пассажирам будет удобно. С осени прошлого года начались работы по ремонту нерабочего вестибюля. Начали мы с подуличного перехода. Отремонтировали плиты, ступени на сходах, перекрытие покрасили в подуличном переходе. И потихоньку уже перешли в кассовый зал. В самом вестибюле номер 2 отремонтировали плитку, покрасили потолок. Также привели в порядок технические и служебно-бытовые помещения. В планах по обновлению эскалаторных групп вестибюлю номер 1 заменить часть отслужившего оборудования на новое. Чтобы пассажирам было удобно и была возможность пользоваться станцией Гагаринская, у нас открывается второй сход, который расположен в районе автобусных остановок напротив проезда Метерева. Это даже будет немного удобнее для пассажиров, которые пересаживаются с автобусов, потому что второй сход у нас расположен в районе автобусных остановок. Соответственно, людям будет проще совершать свои передвижения по городу. Новый вход откроют уже завтра утром. Специалисты рассчитывают на то, что период, в течение которого один из вестибюлей будет закрыт, составит от 2 до 3 лет. Предпринимаемые меры направлены на повышение безопасности перевозок. Капремонт будет организован в несколько этапов. Сначала произведут предварительный осмотр и оценят текущее состояние комплекса эскалаторов с целью подготовки технического задания для организации процедуры проведения торгов на выполнение работ. В числе новшеств внедрение более удобной и современной униформы для персонала. Ею уже начали обеспечивать тех сотрудников, работа которых непосредственно связана с обслуживанием пассажиров. Был проведен конкурс, разработан дизайн. С учетом сезонности организации, которая изготавливает форменные костюмы, ведется пошив летних и демисезонных комплектов. Они отшиваются по индивидуальным меркам. Персонал переоденется до конца текущего года. Мария Левина, Константин Головин, События. И поработали, и угостились. На Самарском транспортном предприятии проводили зиму субботником и чаепитием с блинами. А для подвижного состава провели водные процедуры и дезинфекцию. Подробности в репортаже Марии Левиной. Водные процедуры для общественного транспорта Самары проводят члены личного состава предприятия. Кондуктора – водители-слесари. Алексей Агишев последние три года трудится с лесарем-механиком, а до этого 33 года работал водителем автобуса. Сегодня он бережно обрабатывает дезинфицирующим раствором подвижной состав. Начинает с водительской кабины. Особое внимание уделяет контактным поверхностям. Мне механик дал задание обработать автобусы. Сейчас автобусы обработаем и пойду опять заниматься своим делом. Я всю жизнь в транспорте. Это каждому свое, мне кажется. Для меня вот техника. В автопарке транспортного предприятия больше 400 автобусов и порядка тысячи сотрудников. После субботника всех, кто принимал в нем участие, пригласили в столовую угоститься блинами. Весеннее настроение и масленица, и вообще... Весна скоро. Да, да. Приближение весны все-таки нас это немножко разует. Весь личный состав, кто не задействован сегодня в выходе в смену, занят своими прямыми должностными обязанностями. Мойщики и бригада мобильная, они работают, отмывают, очищают. Санитарная обработка идет каждого состава. Следующий субботник здесь планируют провести перед майскими праздниками. Тогда сотрудники транспортной компании будут заниматься уборкой территории, сажать цветы и проводить влажную уборку подвижного состава. Ольга Павлова, Мария Левина, Константин Головин. События. Праздник весны и красоты. В Самарской филармонии прошло торжество в честь наступающего международного женского дня. Губернатор Дмитрий Азаров поздравил женщин, которые добились успехов в сферах здравоохранения, образования, культуры и социальной политики. Андрей Горгуленко продолжит. Альбина Чувикова поднимается на сцену Самарской филармонии, чтобы из рук губернатора получить почетную грамоту. Она работает фельдшером скорой помощи Клявлинской центральной районной больницы. За время пандемии Альбина оказала медицинскую помощь более 250 пациентам с коронавирусом. Год прошел очень плодотворно, скажем так. Людям хотелось очень много помочь. Старались день и ночь работали. И то, что нас сюда пригласили, это, наверное, огромная оценка нашего труда. И мы очень благодарны за это. Всего на торжестве в честь наступающего праздника Международного женского дня губернатор выручил награды десяти женщинам за успехи в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты населения и культуры. А почетного гражданина Самарской области Евгению Аршлутову Дмитрий Азаров отметил знаком заслужения людям и поздравил народного учителя СССР прямо в зрительном зале. Дорогие, очаровательные, милые, заботливые, профессиональные, ответственные, небезразличные, великодушные. Все это о вас, о замечательных женщинах Самарской области. И для меня, конечно, большая честь сегодня в вашем лице поздравить всех, всех, кто украшает Самарскую область по-настоящему. В продолжении торжества для собравшихся в зале подготовили праздничный концерт. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. С букетом цветов и теплыми пожеланиями на улице областного центра к жительницам Самары вышли члены Общественного совета МВД города. Как отреагировали девушки на неожиданный сюрприз, расскажет Максим Магомедов. Мы от Общественного совета МВД поздравляем вас с наступающим праздником 8 марта. Ольгу поздравляем и Софии таким красивым розовым букетом. Санечка, держи. Мы поздравляем вас с наступающим праздником 8 марта. Желаю вам здоровья и безопасности. Оля, поздравляю вас с наступающим 8 марта и с наступившим днем рождения. Спасибо. Счастья и здоровья. В преддверии Международного женского дня члены Общественного совета при управлении МВД России по городу Самаре провели акцию 8 марта в каждый дом. Прекрасной половине человечества вручили цветы и памятки о том, как защитить себя от злоумышленников. Наша акция сопряжена не только, чтобы вызвать приятные эмоции у наших красавиц, но и о пользу. Потому что мы в том числе и уведомляем, что усилились мошеннические схемы. И мы уведомляем, чтобы были осторожно и аккуратно и всегда могли обратиться к полиции. И чтобы они знали, что они имеют надежную защиту в лице самарской полиции. Очень приятно. Неожиданно. Очень приятно. Такую акцию очень хорошо проводить на улицах Самары. Я думаю, девушкам, женщинам всем будет очень приятно. На самом деле поднимает настроение. Сразу так радостно на душе по-весеннему. Поздравляю всех красивых жителей в нашем городе и вообще жителей женского пола с наступающим праздником. Желаю всем поддерживать доброту, хорошее настроение и быть любимыми. Поздравить девушек вышли и сотрудники кинологической службы. В этом им помогал пес по кличке Окс. От красоты самарчанок он немного нервничал, но задачу в итоге выполнил на отлично. После чего вместе с напарником отправился на служебное задание. Максим Магомедов, Николай Сидоров. События. Есть ли жизнь без айфона? Компания Apple заявила, что больше не будет поставлять на российские рынки свои смартфоны. Считается, что айфон – идеальный телефон. Он надежный, статусный, модный, но при этом всегда дорогой. Чем можно заменить яблочное устройство? Удастся ли при этом сэкономить? И придется ли жертвовать качеством? Расскажем в нашем сюжете. Вот этот первый, да. Потом у меня был еще один, шестерка. Потом после шестерки у меня получилось так, что папа отдал свой 4S. Это как бы откат, но ничего, как бы нормально тоже походил с ним. Потом у меня еще была пятерка, была 7+, 8+, и вот айфон 10 у меня был. И потом уже 11. А, нет, не 11, а 12, да. Никита Колосов – фанат айфонов. Свой первый аппарат хранит до сих пор. Его подарили родители в честь начала учебного года, когда Никита еще учился в школе. С тех пор молодой человек предпочитает только яблочные смартфоны. Айфон – это удобно, красиво, очень все работает как часики. То есть, потому что Apple, она же что делает? Она для каждого айфона прописывает определенное приложение. То есть, нет такого, как на андроиде, что просто выбрасывается в Apple Market приложение, которое, в принципе, для всех подходит. Для айфонов тут по-другому. Теперь Никита опасается, что новый телефон перестанет работать. Однако не все самарцы разделяют беспокойство Никиты, в том числе и владельцы айфонов. Говорят, готовы к любым неожиданностям. Если вдруг отключат айфоны и превратятся в кирпичи, ну, наверное, вспомним прошлое и воспользуемся кнопочными телефонами Nokia 3310. Я не переживаю, что не будет айфонов. У меня их никогда не было, я никогда не стремилась их купить. Меня совершенно устраивает мой смартфон. Отлично жила без айфона и не расстраиваюсь. Я думаю, что есть другие модели телефонов, которыми можно пользоваться. Данил Лишенко много лет работает в сервисном центре, занимается ремонтом телефонов. Говорит, продавцы знают только о достоинстве моделей. А слабые места, по которым можно судить о качестве, известны лишь тем, кто технику ремонтирует. Данил уверен, паниковать по поводу исчезновения яблочных телефонов с российского рынка не стоит. Айфоны – аппараты премиального сегмента. Позволить себе их могут не все. Тем более, что достойные фирмы есть и в более доступной ценовой категории. К примеру, Samsung. Компания является мировым лидером по производству и реализации смартфонов. У них есть качественные линейки S20, оснащенные камерами высокого разрешения и функциональными возможностями. Весной ожидается презентация новой модели, а уже летом она поступит в продажу. Кроме Samsung, Данила выделяет телефоны Huawei и Honor. Вот сейчас выходит модель P50. У Huawei P50 Pro, P50 – это шикарные камерафоны. Компания Huawei и Honor работает с лейкой, и у них очень классные камеры. В списке эксперты и телефоны фирмы Xiaomi. У Xiaomi те же самые модели от Mi 11, Mi 11 Lite, Mi 11e – это хорошие модели. Они идут все-таки проще сегментом, как по мне, чем Samsung, но при этом на достойном уровне. У Xiaomi точно так же есть несколько моделей, которые могут конкурировать с указанными ранее производителями, но качественно они точно так же хороши, они функциональны, но там есть определенные нюансы, которые могут немножко выводить из себя. Банально в родной оболочке фирменной у них бывает даже всплывает реклама в самом телефоне. От этого можно избавиться и достаточно легко, но далеко не каждый пользователь готов в принципе этим заниматься. По сравнению с айфонами, смартфоны на базе Android отличаются не только более низкой ценой, но еще и возможностью установки приложений из неавторизованных источников и операционной системой с открытым кодом, который можно видоизменить. Их привлекательность и в аппаратных характеристиках, качестве камеры и экрана, а также высокой автономности. У iPhone 13 серии Pro частота обновления экрана 120 Гц, в то время как у бюджетных смартфонов на Android 60 Гц. Звучит весомо, но в реальности большинство пользователей разницы в четкости изображения не заметят. Айфоны, начиная с девятой серии, долго держат заряд, около суток, но все равно уступают в этом смартфонам на Android. Те могут не разряжаться до 48 часов. Еще один аргумент в пользу телефонов Android. Смартфоны Apple совместимы только с девайсами от той же фирмы – наушниками, смарт-часами, системой «умный дом», телевизионными приставками. У конкурентов такого ограничения нет. Ситуацию, сложившуюся на рынке, крупные ритейлеры на камеру пока не комментируют. Но один из них прислал нам письменный ответ, из которого следует, что продукция Apple по-прежнему будет доступна, правда, в ограниченном количестве. Мы не планируем останавливать продажи продукции Apple в ближайшее время. Модель бизнеса компании предполагает закупку небольших партий товаров с быстрой реализацией. Продукция Apple в настоящий момент есть в наличии и будет появляться на сайте. Виктория Шары, Константин Головин, События. О других событиях этого дня расскажем в нашем видеообзоре. Российские пользователи массово сообщают о сбоях в работе социальной сети Facebook. Об этом свидетельствуют данные сервиса, который собирает информацию о функционировании крупнейших интернет-ресурсов. По состоянию на утро 4 марта соцсети не открываются ни в десктопных, ни в мобильных браузерах. Система выдает сообщения об ошибке доступа. Ранее Роскомнадзор анонсировал введение ограничений на работу Facebook. Решение связано с действиями администрации сети по блокировке аккаунтов ряда российских СМИ. Действия надзорного ведомства согласованы с Генпрокуратурой и Министерством иностранных дел. В Самаре горел дом купца Челышова. Сообщение о пожаре в здании по улице Красноармейской поступило на пульт дежурного 3 марта в районе 5 часов вечера. Прибывшие на место сотрудники МЧС зафиксировали сильное задымление на втором этаже трехэтажной постройки и эвакуировали жильцов. Из дома вывели 16 человек, в том числе пятерых детей. Погибших и пострадавших нет. В тушение пожара был задействован 121 человек и 32 спецмашины. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Сегодня в Самаре стартуют мероприятия, приуроченные к 80-летию со дня первого исполнения легендарной Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича. Музыкальное произведение представили широкой публике в Куйбышеве 5 марта 1942 года. В субботу 5 марта в оперном театре начнет работу выставка, которая расскажет о создании симфонии. Напомним, композитор начал писать ее в блокадном Ленинграде, а завершил уже в городе на Волге. Кульминацией значимого культурного события станет концерт. Ровно 80 лет спустя повторится история. Так же, как и в 1942 году, на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Шостаковича будет звучать 7-я Ленинградская симфония в исполнении Оркестра Большого театра России. В Самаре определились с судьбой дома номер 84 по улице Чкалова, где, согласно легенде, происходило стояние Зои. Застройщик принял решение передать объект, а также несколько прилегающих к нему зданий Русской Православной Церкви. В будущем здесь планируют создать музейный комплекс. На площадке его создадут всю легендарную историю Зои Карнауховой. Проектирование будет осуществляться за счет внебюджетных источников. Параллельно с созданием музея разработают механизм обустройства территории рядом с ним. В Самаре стартовал Всероссийский образовательный форум организаторов студенческих событий Студвесна Культорге. Творческий слет проходит в рамках большой программы подготовки юбилейного 30-го фестиваля «Российская студенческая весна», который пройдет в Самаре в мае. Продолжит тему Ольга Хомракулова. Эту весну создадут молодые, энергичные и креативные. В Самаре стартовал Всероссийский образовательный форум организаторов студенческих событий Студвесна Культорге. Творческий слет собрал свыше 350 участников из 78 регионов России. Мы из Алтайского края, город Барнаул и Алтайский госуниверситет приехали сюда за новыми классными эмоциями. Привет, я из Смоленска, представляю Смоленский государственный университет. Приехали сюда в Самару для того, чтобы научиться делать классно. Привет, я из Петербурга и приехал в Самару за новыми знаниями. Мы организовываем мероприятия различные на территории университета. Также мы выигрываем гранты, пишем и реализовываем их на территории Челябинской области. Обмен знаниями уже происходит, и мы вроде только первый день уже много чего узнали. Творческий слет проходит в рамках программы поддержки и развития творчества «Российская студенческая весна». Этот форум проходит в рамках большой программы подготовки и проведения юбилейного 30-го фестиваля «Российская студенческая весна», который пройдет у нас здесь, на ее родине, исторической родине, в Самаре, в мае месяце. А сейчас мы проводим большое собрание тех людей, которые в вузах, колледжах, техникумах со всей страны как раз-таки занимаются развитием творческого потенциала студентов. После сегодняшнего мероприятия по всей стране пойдут волны сначала вузовских этапов, потом региональных этапов, потом будет формироваться сборная команды региона, которые приедут сюда на юбилейный 30-й фестиваль «Российская студенческая весна». Для этого сейчас проходит установочное совещание с руководителями региональных дирекций студенческой весны. И впервые мы в этом году решили собрать культторгов, которые занимаются организацией именно вузовских этапов студенческой весны. Участники форума – культорганизаторы, директора студенческих клубов, руководители творческих коллективов и специалисты по образовательной работе. Их всех ждут стратегические сессии, мастер-классы и встречи с экспертами российской студенческой весны. Программа поделена на несколько, скажем так, модулей. Соответственно, ребята смогут не только позаниматься образовательным модулем, но и, соответственно, провести у них будет насыщенно культурная программа. Действительно, как вы отметили, несколько дней назад в Самаре уже стартовал Всероссийский конкурс «Краса студенчества России». И уже буквально завтра начнет свою работу также еще семинар совещания руководителей региональных дирекций российской студенческой весны. Поэтому у нас такие, можно сказать, большое одно мероприятие, которое себя включает в три таких глобальных события. Фестиваль продлится до 7 марта. Ольга Хомракулова, Григорий Плешаков. События. Далее наша традиционная рубрика «Новости спорта». Баскетболистки «Самары» провели первый матч в обновленном виде. Соглашение с командой расторгнул главный тренер Дмитрий Донсков. Исполнять обязанности наставника будет Александр Гаршин. Также покинули «Самару» легионеры Дженнифер О'Нилл, Тринити Баптист и Саиша Грант Аллен в соответствии с рекомендациями своих стран. Первый матч после этих изменений «Самарчанки» проводили в Новосибирске против местного «Динамо». Начало игры у хозяек не задалось, а потому «Самара» завладела преимуществом, которое не упускало до большого перерыва. После него «Самарчанки» держали соперниц на расстоянии 5-6 очков. «Динамо» почти сравняла счет в начале четвертой четверти, но большего «Хозяйки» сделать не смогли. 60-48 – уверенная победа «Самары». Команда поднялась на седьмое место в турнирной таблице. Легионеры покидают российские футбольные клубы. В футбольной национальной лиге больше всего пострадал частный клуб «Акрон» из Тольятти. Дальнейшую работу с клубом не смогут продолжить спортивный директор Кристофер Докерти, технический директор Рамон Трибульеч, руководитель по физической подготовке Алехандро Сеговия-Вильчес, тренер вратарей Матео Жугай, тренеры Марко Джорджевич и Ягис Чекем, а также технический директор Академии Уго Клингор. Еще одно изменение коснулось позиции главного тренера. Им назначен Виталий Панов. В бытность игроком 42-летний специалист выступал за Моздок, Автодор, Титан, КамАЗ, Орел и Новотроицкую Носту. В качестве тренера он работал в КамАЗе, Крыльях Советов и Ярославском шиннике. Последние 9 лет Панов трудился в Астраханском Волгаре. В четырех последних сезонах он возглавлял команду и смог вывести Волгарь в ФНЛ. Хоккеисты Толятинской ладьи проводят последние встречи МХЛ этого сезона. Накануне автозаводчане на выезде сыграли два матча против уфимского толпара. В первом матче соперники обменивались голами в каждом из трех периодов и в основное время определить победителя не смогли. В овертайме забить могли и те, и другие, но на четвертой минуте хозяева все же вырвали победу. 4-3 в пользу толпара. Вторую игру уфимца начали активно, но к середине стартового периода игра выровнялась. Во втором игровом отрезке команды вновь обменялись шайбами. А третий период начался с трех шайб от тольятинцев. Хозяева после этого устроили настоящий штурм чужих ворот и почти спасли игру, сократив отставание до минимума. Но сил сравнять счет не хватило. 4-3 в пользу ладьи. Тольятинцы уже не претендуют на выход в плывов. У команды осталось два матча против молота. На этом выпуск подошел к концу. Впереди вас ждет еще один сюжет на правах рекламы. Всего доброго и до встречи. Я послал тебе черную розу в бокале золотого как небо, писал Александр Блок. А она поняла все без слов, потому что умела читать язык цветов. Этот романтичный способ коммуникации сложен и понятен не каждому. Но если букет подарен от души, то услуги переводчика не потребуются. Цветы могут рассказать о многом, и из цветов можно составить стихотворение, а можно и целый роман. Дарите женщинам цветы? Нет. А что так? Это трата денег. Да? Жене. Какие чаще всего дарите? Ну, что попадется, тюльпаны полевые. Она ромашки любит. Не знаю. Поэтому 45 лет и живет со мной. Да. А часто вообще? Ну, достаточно. А какие чаще всего дарите цветы? Розы. А с чем это связано? От девушки зависит, какой цветок вы ей подарите? Я бы не сказал, что это зависит от девушки. Это связано с тем, наверное, что хочешь делать приятным человеком, который делает тебя приятным. Я люблю тебя. Ты украла мое сердце. Сильно скучаю. Или не принимай близко к сердцу. Если не хватает слов, выразить чувства можно при помощи цветочных букетов. Этому посвящена целая наука, флюрографика. Язык цветов появился на Востоке. С его помощью влюбленные общались друг с другом. Каждый цветок выражал определенный символ и имел собственное значение. В Европе на такой способ выражения симпатии и чувств обратили внимание на исходе 19 века. В то время как в нашей стране всплеск интереса к занимательной флористической криптографии возник только в конце прошлого века. В России популяризация языка цветов связана с именем поэта и переводчика Дмитрия Азнобишина, который издал переведенную им на русский персидскую книгу «Селам» или «Язык цветов». В ней было описано более 400 растений, каждому из которых соответствовало определенное слово или фраза. В наше время язык цветов понимают единицы, а мужчины, особенно в преддверии праздников, ограничиваются проверенной классикой. По классике всегда останется эта красная роза, это белые розы, самые любимые в принципе в основном мужчинами. Сейчас в преддверии праздников это обязательно тюльпаны, классический весенний цветок. На каждый цветок всегда найдется свой покупатель. Цветы во все времена считались и считаются самым лучшим подарком к любому празднику. Большой ароматный букет может сотворить настоящее чудо и поднять настроение. Мария Левина, Константин Головин, Григорий Плешаков. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова